Проблема импортозамещения, то есть замены на российском рынке товаров иностранного производства отечественными, не нова и периодически поднималась, в том числе и руководством страны. Масштабные европейские и общемировые санкции, которые были введены за последние несколько недель, показали, что работа в направлении импортозамещения продолжалась долгие 8 лет после первых аналогичных событий. Сейчас перед государством стоит первоочередная задача не допустить проблем с наличием на полках тех или иных жизненно важных вещей, продуктов, препаратов. В Свердловской области есть хорошие примеры предприятий, выпускающих отечественные стратегически важные продукты. Одно из них работает в Новоуральске. Речь о заводе «Медсинтез». С 2014 года предприятие реализует проект, импортозамещающий производство генноинженерного и аналогового инсулина из собственной субстанции. Была создана современная научно-исследовательская лаборатория генетики и биотехнологий. К сегодняшнему дню на заводе произведены миллионы упаковок роз-инсулина. Препараты поставляются во все субъекты страны и за ее пределы. После освоения выпуска инсулина был решен еще один важный вопрос. Создание инсулиновой помпы, позволяющей делать инъекции препарата удобно и безопасно даже самым маленьким пациентам или пожилым людям. Неоднократно учредитель «Медсинтеза» депутат Государственной Думы Александр Петров рассказывал об успехах отечественной промышленности в направлении импортозамещения на примере своего предприятия. Вот фрагмент интервью 2019 года. Уже выделено из федерального бюджета, и мы проконтролировали отдельной строчкой, отдельной целевой строчкой, на закупь инсулиновых помп для детей и тех категорий граждан, которые в этом нуждаются. Это слепые, которые уже не могут сами себя обслужить. Что такое инсулиновая помпа, уже все те, кто... Слава богу, если кто-то не знает, значит, ему не надо. То есть это автоматический прибор, да? Врача, то ему, этому ребенку, там, или другой категории будут ставить. В основном это дети. Поэтому мы всех обеспечим инсулиновыми помпами. Это решение принято. Новые помпы появились. Это уже не просто там вот кнопки нажимать. А теперь есть помпы, которые сейчас проходят регистрацию, когда со смартфона. То есть обеспечивают контроль. Можно было управлять, обеспечивать контроль. Ребенок может, он все равно должен сам нажать кнопку на смартфоне или на помпе сбоку. Но при этом смс уходит маме или кому-то, кто контролирует, и врачу, чтобы там все записалось автоматически. И у ребенка в памяти будет поставил инсулин, сколько поставил инсулина, в какое время поставил инсулин. Это очень важно на самом деле. Особенно контролировать вот этот процесс, это очень важно. Любая мама и папа беспокоятся о своем мире. Как он там, что с ним. И на работу надо. И ребенке беспокоиться. Будет в это время там авиадиспетчер думать о самолете, когда они знают, что с ребенком. Поэтому мы должны обеспечить спокойствие родителей. И возможность контроля. Всего-то ничего. Цифровая Россия. Спутники летают. Мы это обеспечить не можем. Можем. Поэтому сейчас ребятам мы попросили эту задачу решить. Я эту тему на контроле держу. Ребята заканчивают хорошее решение. Российская помпа. Компактная, удобная, современная, с точностью введения хорошего. Я уверен, мы этим мамочкам поможем. Важно отметить, что Медсинтез, по сути, предприятие полного и замкнутого цикла. Здесь все строится по принципу от идеи до готового продукта. Перспектив и идей у предприятия также немало. При этом есть и те технологии, которые уже сейчас значительно укрепили уверенность россиян в отечественном продукте. Фолликулостимулирующий гормон для ЭКО, производящийся на Новоуральском заводе, помог тысячам российских женщин обрести материнское счастье. И все это наше отечественное. Виктор Малышев. Объектив. Итоги.